всем привет сегодня на многочисленные вопросы немножко отвечу по плетению там вязанию сетей вот смотрите челноки у меня вот как бы двух видов есть вот длинные это для плетения мочалки вот такие здесь они длинные потому что нужна большая лесоемкость то есть вместительность нитка толстая поэтому чем длиннее челнок тем как бы лучше вот это для овосик вот тоже нитка толстая поэтому чтобы побольше нитки влезла челноки такие вот длинные а для плетения сетей из лески применяются челночки под покороче вот укорачиваем его на 210 так он 270 миллиметров а для сети лучше укоротить челнок до 210 даже до 200 миллиметров вот вот весь челнок полностью 200 миллиметров это раз второе вот что при плетении сетей получается сейчас покажу со временем а когда вот мы плетем сеть вот так вот видно да вот получаются когда мы вот так натягиваем у нас эти ячейки натянутые полочкой а а здесь свободные и этот узелок как бы смещается немножко вверх если на этого на это не не обращать внимание вот так и вязать то со временем эта сеть все получается ячейки получаются все больше и больше кривыми сейчас я вам покажу вот смотрите вот здесь у меня сеть была ячейки были ровные а потом вот в этом месте несколько рядов я не менял камеру вот сюда наведи вот сюда вот сюда камеру вот я не менял не сдвигал узелки видите ячейки получились такие кривоватыми немножко но это как бы на уловистость не влияет но это некрасиво она все время кривые получаются ячейки чтобы этого не происходило нужно что делать вот теперь внимательно смотрите вот на фоне брюк чтобы были узелки смотри на в на фоне черном будет видно вот мы как обычно берем захватываем вот узелки на одинаковом уровне ничего не делаем затягиваем опять вот смотрите видите этот узелок вверху а этот внизу это неровно поэтому в таком случае вот мы на мизинце держим и вот этим пальцем вот этим пальцем до создаем усилия с этой стороны вот и пальчиком вот этим пальчиком прижимаем и затягиваем теперь узелки у нас на одном уровне еще раз показываю все как обычно перехватываем забрасываем 1 и вот в этот момент вот этим пальчиком перетягиваем петельку то есть чтобы чтобы вот эти два вот эти два узелка были на одном уровне этим вот пальчиком прижимаем и отпускаем мизинец отпускаем этот и затягиваем и узелки у нас на ровном месте одинаково и тогда у нас ячейки не будут перекашиваться это конечно вот немножко времени как бы занимает скорость плетения уменьшается но зато сеть получается ровненькая красивенькая и второй способ это кому как нравится вот перебросили и вот сюда пальчик можно просунуть и вот так вот надавить вот на это место надавить как бы вот эту в в-образную выровнять крылья у нее что были одинаковыми и тогда узелки опять получаются на одном уровне еще раз показываю вот раз и у нас сразу видно что вот эта ячья будет кривая значит пальчик сюда на так вот натягиваем этим пальчиком прижимаем отпускаем и затягиваем и узелки получились на одном расстоянии и так продолжаем плести до конца вот как это выглядит на практике раз пальчиком дернули придавили зажали пальчиком раз затянули раз пальчиком раз чуть-чуть зажали не затягивали вот раз дернули вот правую сторону и затянули вот на практике это вот так вот раз затянул дернули затянули и тогда узелки вот они идут ровненько ровненько в ряд все ничего не прыгает не бегает и все ячейки ровненько раз чуть-чуть дернули затянули да и хотел обратить внимание на правую руку правая рука не просто держит челнок она держит нить натянутой вот что мы делаем правой рукой вот мы нить обносим сюда и здесь уже мы манипулируем пальцами так чтобы вот в этом положении нить была всегда натянутой чтобы она вот так вот не соскакивала с пальца она же упругая это же не нитка вот ее нужно всегда держать натянутой вот тут только отпускаем просовываем затянули вот мы все время держим нить натянутой вот манипулируем здесь пальцами правая рука не просто держит челнок она натягивает нить удерживая нить натянутой вот вот раз я так вот манипулирую чтобы нить была всегда натянутой дальше вот это дальше вот это скрученный хвостик как бы мне мешает его распрямляем и вот такой какой-нибудь прищепочку здесь вешаем и он будет оттягивать чтобы это не мешало и так продолжаем до конца получается красивые ровненькие ячейки сеть я вяжу простым шкотовым узлом поэтому многие узелки получаются вот так как бы не затянутыми на это не надо обращать внимание после того как сеть будет закончена она растягивается обливается кипятком и все эти узелки затягиваются намертво и все работает прекрасно так должно быть это не может быть есть нет нет Продолжение следует...